всем привет жду когда вы соберетесь обещала всем кто не попал на встречу субботу провести прямой эфир чтобы ответить на ваши вопросы так что задавайте их сейчас у меня есть где-то час может быть чуть больше я смогу на большинство ответить очень рада вас видеть вчера был тяжелый день очень насыщенный интересный я все показала и рассказала очень много узнала вообще нового производстве в россии была немного шокирована здравствуйте здравствуйте всем я сижу в детской проводила я на поэтому немного припозднилась богдашу отправилась не они гулять колясочки жду от вас вопросов могу сказать что наша встреча прошла просто превосходно час людей не пришли и очень обидно что те кто не попал и был там 130 150 или 200 не смогли попасть на встречу потому что места были а вот может быть не сидячие настоящие точно были без думайте нормально ли беременность весь 43 роста 55 конечно хорошо все главное чтобы она была часто ли занимаюсь фейс фитнесом как раз вчера с девочками старушками такими же как и я обсуждали этот вопрос улана д привет байкал и могу сказать что да когда я занималась этим активно результат были на лицо а так конечно морщины у меня есть и особенно вот эти но они у меня со школы и это все решаемо но нужно не лениться я ленюсь но и вечно не хожу себе время или оправдание нахожусь и почему это не делаю так мы пьем не бутилированную воду из фильтра фильтр у нас по моему аквафор в этот раз в квартире у нас был атолл вот но это многоступенчатая очистка как она там называется он короче он классный он подстольный крепится у него бак пятилитровый и соответственно там вода очищается но очень классно и она еще минерализуется так что касается матраса вчера значит что я вчера я много вчера узнала матрасах что я хочу сказать что на фабрике аскона они делаются и киевские в том числе для хилтона для мэриота для сетевых крупных отелей но я как бы здесь не рекламирую вам матрасы просто хочу сказать что они бывают очень разные есть матрасы дешевые есть матрасы дорогие есть матрасы очень дорогие там супер индивидуальные там 12 зонные вот от этого и складывается их цена и вот дешевые матрасы и соответственно они там и служат 2-3 года в идеале приезжайте в ростов у нас сегодня 26 на сегодня тоже солнышко и вообще отличная погода привет ростов в воронежу так какими средствами для стирки вы пользуетесь разными вообще не заморачиваюсь честно говоря не хочется не хочется в середине дня лечь и полежать мне иногда с утра уже хочется полежать о чем вы говорите конечно привет привет всем себе матрас я пока не выбрала хотя я полежала там на матрасе который весь изгибается это просто вау он с пультом там есть вибрации он бывает раздельный для мужа и жены то есть муж спит себе спокойненько вы вибрируете вот и читайте например и ножки поднимает ночью очень крутой конечно я бы такой очень хотела так сбиваю ли я высокую температуру вопрос очень спорный поэтому сейчас его наверное оставим потому что тема у нас сегодня не лечение все-таки не здоровье детей я не сбиваю температуру но это очень индивидуально нужно наблюдать за ребенком найти врача которому доверяете и который не будет ли при 37 и 5 градусов кричать вам что нужно пить нурофен и вставлять в попу свечки хотела ли я написать книгу ну знаете я рассказывала недавно что мне уже там три с половиной года назад предлагали издательство и написать книгу я тогда так улыбнулась в ответ и не ответила а сейчас думаю об этом думаю предлагаю по нижнему поэтому может быть и напишу если найду вопрос любви можно ли задавать ну смотря что имеете ввиду под любовью я научиться высшей школе экономики на филологическом факультете я стараюсь ответить на все ваши вопросы поэтому может быть не сразу потому что читаю с мужем очень разные браки если это мы сможем тоже очень рад и все время работаем над отношениями да можно помочь вы знаете об этом конечно вот нужен отдельный прямой эфир бы об отношениях с мужем он будет горячим я думаю я часто пишу об этом и думаю что нужно опять поднять тему в посте о том что я считаю главным скажем так полиуретан новорожденным вы знаете вот по материалу вам не скажу про кокос услышала для себя просто удивительные вещи оказывается кокосовый вот эти койра да она проклеивается силиконовым клеем есть производитель вот этой кокосового вот этого наполнителя которые не очень качественны и он может формальдегид пары вы вот этого клея который там используется выделять формальдегид он естественно очень вредный ребенку новорожденным и тем более вообще этим не рекомендуется дышать кроме того но мы сами это проверили вчера то есть когда берешь вот этот кокосовый наполнитель проводишь по нему рукой там естественно ты же его юзаешь то есть ты же и им пользуешься этим матрасом ребенок спит там ну как бы давит на него отделяются маленькие частички и возможен такой как бы эффект что ребенок может это вдохнуть там просто все-таки на всего лишь хлопок да и потом когда меняешь постельное белье может такое ну попасть просто в дыхательные пути это очень вредно ну собственно вот почему не рекомендуют но если состав матраса входит кокосовый наполнитель на сверху там еще какой-то слой пенополиуретана или не знаю куда еще другого материала безопасного то можно что скажете когда у тебя 23 голова начала жутко сидеть это гены детка ничего не сделаешь краситься придется я знаю таких случаев очень много просто мне повезло и вот у меня только в 39 лет появились волосы седые там где-то по одному но мне конечно это не нравится придется скоро краситься пока еще не крашусь держусь даю ли я витамины детям ну вообще не даю кашель я у деток лечь у меня есть так малиночка здоровья и там очень много об этом и на самом деле я раньше очень заморачивалась за кашля сейчас перестала лечить его совсем но бывают ситуации опять же разные долгий сухой кашель и так далее привет из иркутска привет у нас есть магистральный фильтр воды на входе в дом у нас поселковая скважина там вода конечно же не очень и мы каждую неделю ну или я не знаю сколько раз там в месяц засыпаем соль какую-то туда умягчающую так что до фильтрация воды это серьезный вопрос на пользовались я моющими средствами компаниям вейда я пользуюсь их отбеливателем это москва вообще у меня в семье краснодар привет про хлам и разбор вещей тоже наверное мои частые читатели мы даже по моим видели с вами в цедями тоже устойки на встрече что я хочу сказать про это наверное нужно показывать потому что разбор вещей это очень наша такая глобальная проблема всех потому что мы захламлены все от и до вещами потому что нам хочется лучше игрушки книжки вещи такие сяки на такую погоду раньше не было таких проблем что вещей было мало сейчас вещей реально много если в доме больше одного ребенка то это становится катастрофа на что есть мама и папа вот и тут начинаются проблемы во первых нужно сортировать обувь сезонную да во вторых что-то думаешь ой а пригодится надену потом в общем вещи для отпуска и так далее и вот зимние какие-то вещи потом зимнее снаряжение и конечно я постоянно этим занимаюсь это головная боль несмотря на то что сейчас у меня места предостаточно в квартире это вообще была катастрофа и мы возили на дачу у кого нет дачи кто пользуется балконом диванами засовывает коробку и контейнеры под кровати наверное нужен пост если у вас такая возможность выходить прямой эфир чаще но вы знаете можно найти я просто не думала что это актуально поэтому как-то вот динамила скажем так если вы считаете что нужно я буду выходить могу там даже каждую неделю попробовать так сколько часов я сплю сегодня я спала на подаренная с коной вчера на заводе нам подарили подушки умные это просто что-то я потом покажу после прямого эфира подушка она контейнер коннектится с моим телефоном и сегодня я знаю сколько я раз просыпалась сколько раз я ворочилась какая у меня была температура тела какая была влажность так че еще я знаю сколько раз я просыпалась уже сказала по моему а про дыхание чистота дыхания чистота сердцебиения и я узнала что оказывается у меня была сегодня остановка дыхания представляете я вчера жу у нас презентации там значит говорят для многих это подушка для некоторых вернее эта подушка может стать таким как бы тревожным моментом жизни потому что они могут узнать что у них есть апно и я такая апно это у стариков или у каких-нибудь там нездоровых не совсем здоровых ну точно не таких как я в общем оказалось что мне сегодня была остановка дыхание у меня красный значок там загорелся я такая ничего себе думаю надеюсь что это просто случайность такая и вообще я просто думала в этот момент и мне что-то страшное приснилось так сколько часов я сплю так вот сегодня прочела проспала 7 часов 18 минут 7 часов да по-моему я покажу потом скрин очень интересно посмотрите так вы со мной три года боже как вы это терпите так 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 одесса привет есть привет в одессе не была а в ейске была была ли у детишек крапивница была ничем не лечили ну хотя смотря тоже на на степени конечно очень важно иметь нормального адекватного врача сто раз говорила у нас с этим вообще как бы стране проблемы я считаю потому что ну потому что в общем не будем это обсуждать не чтобы не обидеть всех потому что есть нормальные как и люди как так и врачи да есть не совсем скажем так адекватные и ну как бы те которые поддерживают излишний переизбыток скажем так средства в том чтобы человек был здоровым так вот у меня есть такой доктор доктора на мамы все ее знают и не читают и не стрем то что она делает своим детям прививки вот мало того что она действительно мне консультировал сколько раз я к ней не обращаться на ни разу ни одного препарата не выписала моим детям вот и не потому что это я не хочу их лечить потому что она сама такая вот очень ее рекомендуем вчера кстати она со мной на склоне тоже была очень она мне нравится так как проходит учеба яны во сколько она возвращается домой у них очень странное расписание это не школа это университет первый курс у нее скажем так сейчас еще такое не совсем понятное состояние потому что она ожидала как чего-то большего я не знаю наверное сама научилась в лице и высшей школе экономики и соответственно там уже было задано определенный уровень и она думала что она придет там все дети будут мега умные мега продвинутые в общем в итоге на второй язык выбрала на французский не набралось нормальной продолжающей группы и пришлось сейчас алфавита учить ну например вот она немножко так расстроена я говорю ничего подожди сейчас полгода отучишься сессию с дашей там видно будет и пойдет уже наверное немножко поглубже изучение предметов всех так читаем даже хочу ли я еще детей в общем-то я не против но на данный момент вот прямо сейчас мы об этом не думаем мы думаем что уже классно у нас все есть как жаль что не не удалось встретиться в коврове кстати очень понравился такой милый город очень уютный хотя мы мало конечно по нему ездили классный ресторан который нас возили по моему довольно код называется обалденный просто парк-отель под названием доброград в общем понравилось нам и погода была чудесная так как прошли четвертые роды у меня было шесть родов четвертые роды а наверное вас ждут четвертые роды да отлично они прошли лучше не придумаешь на самом деле каждые следующие рода мне кажется они более осознанные нельзя сказать что они легче потому что больно также безусловно я ужасная трусиха и не надо говорить мне что я не делаю педуралку потому что я не боюсь боли у меня низкий болевой порог нет у меня очень высокий болевой порог я боюсь уколов я боюсь брать кровь из пальца когда во время беременности минут кровь из вены я отворачиваюсь могу упасть в обморок вот от страха и вообще от всего вот так что да я я боюсь боли но рожать это немножко другое поэтому я все все в нашей голове безусловно сдаю ли я деньги в родительский имитет конечно согласна или не согласна это никого не волнует я считаю что не надо идти против коллектива что если договорились так тому и быть кроме того именно для этого мы работаем чтобы дать возможность скажем там нашим детям получить то что мы им даем а если вы хотите например и не согласны можно во первых всегда вступить в оппозицию если вам это нужно или поменять детский сад где будут поборы меньше но в целом я не считаю что это побор и я считаю что это абсолютно нормально что особенно если вы ходите в государстве детский сад и там сдали 5000 даже и ничего страшного в этом нету конце концов и больше потратить если будете сами каждому покупать подарки обычно это покрывает такие расходы как мы познакомились мужем на работе какую к лучшей коляску купить на ваш взгляд ну во первых какой возраст ребенка это первое второе колясок хороших очень много и есть у меня коляски любимые как известно я очень люблю стоки я очень люблю аппо бэби у меня была коляска бэби джоги для двоих детей тоже достойная и я люблю маленькие коляски например бэби джоги или та же мину отапа бэби спасибо вам за комплименты ездите отдыхать от туроператоров ну конечно я тоже человек конечно езжу чем у меня занимается няня никогда ее не упоминайте но как это не упоминаю постоянно упоминаю вот сейчас она гуляет с коляской с малышом и она гладит она помогает разбирать естественно белье которое она погладит и разносить его по дому рогаясь ли я с мужем я не считаю что это ругаясь я считаю что это выяснили отношения вот это нужно делать обязательно потому что таким образом вы как бы договариваетесь и со трудничаете как бы да вместе живете это нормально то что люди разные подходы разные планирую ли я седьмого ребенка уже ответила пока нет так да ко мне много раз обращались с вопросом ой 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 как много вас уже боже мой мир прямо неудобно смотрите мне ко мне много раз обращались с просьбой повторить благотворительную акцию которую я устраивала однажды то есть я писала например порыла своих вещах и нашла что то что нам уже не нужно но в хорошем состоянии я хочу просто подарить да я делала так дважды и готова еще раз повторить может быть даже сегодня это время а зачем я вам дарю первому кто написал да давайте мне а вы в свою очередь каждый пишите комментарий что вы готовы например отдать кому-нибудь в дар и пишите город потому что это очень важно потому что ну к примеру я нахожусь в москве а вы находитесь в архангельске или вновсибирске не каждого есть возможности вообще желание бежать на почту отправлять кому-то так вы сможете просто обменяться хотя кто-то может быть по почте отправит и будет готов тогда напишите об этом мне кажется это здорово помогать друг другу а вот поэтому сделаем такую акцию обязательно хожу ли я дома с хвостиком но во первых сегодня я провожу прямой хир и естественно волосы распустила чтобы быть краше это раз конечно я хожу с хвостиком обычно я мою голову через день то сегодня помыла а завтра не мою а вот первый день я хожу с распущенными волосами то что я красивая они у меня струятся и пахнут а второй день я делаю хвостик или хвост косичку потому что прячу свои грязные волосы а каждый день не бесит мыть волосы вот так дальше ой как там много всего но я стараюсь на все вопросы ответить так виктория бекхам ждет пятого ребенка я ее поздравляю она тоже на меня подписана думаете да так норвегии снимайте больше прямых эфиров а мы в норвегии уже были и у меня есть сохраненные stories про норвегию обязательно зайдите посмотрите там очень красиво так ходите за их здоровье я уже давно не схожу с ума хотя где-то внутри конечно это сидит здоровье детей почему потому что это нужно научиться отпускать вот безусловно для меня важно здоровье моих детей но гораздо важнее не борьба за здоровье а сделать все чтобы они были здоровыми вот и научились сами выздоравливать это важно ну конечно когда мы говорим об о рви у рз там и так далее да то есть каких-то таких легких незначительных ситуациях полностью ли у нас на втором этаже на первом этаже плитка да у нас полностью плитка на первом этаже кроме и кабинета мужа там у нас как и во всем остальном доме и спальнях ламинат фирмы хару немецкие мы заказывали те цвета которые были нам нужны ждали три месяца очень довольны и тем и другим потому что у нас теплый пол вот на включен у нас он на самый минимум то есть он не греет но и не холодит вот так так дальше седина недостаток витаминов я не соглашусь потому что бывает седина наступает очень раннем возрасте там 18-20 лет ну может быть он ними я не знаю теплый у нас пол уже ответила так насморк у детей лечить солевым раствором 1 чайная ложка соли на стакан воды можно конечно покупать специальные средства в аптеке но на мой взгляд лучше сделать это самой каждый раз обновлять каждый день этот раствор и просто с помощью шприца или пипетки любого подручного средства закапывать носик высмаркивать закапывать высмаркивать и нас на очень быстро пройдет а еще горлышко пройдет если будете так делать полоскать так собаку будем ли мы заводить вы знаете я уже сейчас ничему не удивлюсь потому что кошку я тоже не собиралась водить ты мне давно читает он знает что я была против всех домашних животных но тут так случилось что у нас теперь живет год и мы все безумно рады и более того у меня совершенно нет на него аллергии хотя страшно аллергии довольна ли я жизни в домом очень довольна очень я не знаю почему я была так против и я просто я не спорила с мужем но я пыталась динамить эту ситуацию с том что надо переезжать в дом и то что и как бы нет все не надо и это все сложно и как я буду жить за мкадом и боже мой чтобы делать наши дети как время на дорогу а сейчас мне кажется что мы тут тебя и жили тут так классно полтора года уже живем с мая прошлого года так дальше так 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 кто и как вас приглашают на такие экскурсии я думаю что это про вчерашнюю экскурсию конечно же нас приглашает предприятия потому что для них важно осветить вообще свой продукт во первых во вторых показать как это происходит чтобы люди понимали вообще что такое аскона да ну дай нам в данном случае а вот как это сделать сейчас маркетинг таким образом работает вот я как в прошлом тоже маркетолог могу сказать что сейчас социальные сети и блогеры соответственно такие как я имеют огромную роль в продвижении продуктов товаров услуг и у нас огромное количество аудитории лояльной аудитории людей которые нам доверяют вот мы свою очередь зависит уже от блогера естественно насколько он совестью скажем так подходит к подбору рекламы вот если я понимаю что этот товар продукт производитель как бы меня не подведет тогда я соглашаюсь и вот вчера я была и была очень удивлена что вообще на территории россии бывают такие производства я в шоке честно просто того как все сделано от того как все это выглядит от того товар который не делают поставляют там крупные отели мэриот хилтон на сети не делают все матрасы для икеи ну как я уже говорила а да у них все качественные матрасы но есть матрасы которые там стоят даже в икее но совсем дешево да есть которые стоят дорого и у вас кона там огромный просто ассортимент по моему больше 150 видов ну и ясно да что есть матрасы которые мы покупаем потому что они идем дешево стоят это очень удобно вот но в то же время мы должны не забывать что они служат меньше вот но тут уже дело бюджета конечно и вашего отношения ко сну так привет ростов так 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 будет найти невест почему им будет трудно платон уже нашел себе невесту в нашем поселке живет семья многодетно у них тоже 6 детей там девочка одна ходит потом в одну группу в детский сад ее зовут просков есть под москвой и вот мы так шутим и он ее просто безумно любит она его это вы говорите сложно ничего сложного в этом нет любовь в любви все возраст покорный так скажите что делается обвисший грудью после гв ничего это бесполезно обвисшие исчезнувшие как у меня и все остальные значит варианты вариации исчезнувшие или пропавшие обвисшие высохшие груди они не лечатся вот еда есть вариант пластика но я пока не готова и думаю что никогда не решусь на это так зачем ребенку говорить что нет а так это видимо не ко мне почаще бы прямые эфиры спасибо так что касается младших детей носит ли они вещи обувь со старших доносит конечно конечно носит вот я вам так скажу у меня мне часто спрашивают куда вы деваете дайте нам пожалуйста и я бы рада всех одарить но во первых у нас есть одна подшипная семья многодетная и это не фиширую но она у нас есть и я стараюсь всегда помочь им у них тоже много деток четверо вот дальше у меня есть две племянницы и 2 внучатых племянницы и еще у меня есть племянник то есть пятеро детей из нашей семьи которым я тоже передаю наши вещи вот и сами посудите ничего особо не остается во первых мы друг за дружкой за надо нашим потом мы передаем своим родственникам и очень такой круговорот одежды игрушек и всего остального в нашей семье а вот я думаю что это очень важно и пока могу скажем так что-то девчонок отдать я сама пользовалась когда у меня была я на маленькой и мы жили ну так скромненько жили что могли покупали не вот мне очень помогала моя сестра которая жила в америке и присылала со своей девочек которые на три года старше я на одежду это было вообще не просто нереально сейчас конечно все это есть у нас в россии в москве и тем более него это в то время этого ничего в ростове не было просто ничего не было были советские колготки обыкновенные хотя это уже был двухтысячный год а вот ну был были какие-то магазины но они были недоступны и вообще там были цены в евро и там или доллара в то время вот тогда еще это ходила у нас стране так что в общем мне помогали я помогаю не могу назвать это помощью ну так просто выручка знаете есть курточка классный комбинезон зачем покупать если могу отдать свои так дальше спасибо вам большое за комплименты пряники по вашему рецепту вкуснятина я рада 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 ростов-на-дону привет так иркутск привет мой муж учился в иркутском и гу будете еще со святуси клип снимать вот не знаю я думаю что у нее там такие творческие планы и у нее есть что снимать и я пока ничего не придумала она у нас все генерит привет еще раз ростов вечера с мужем романтически обожаю и конечно же мы устраиваем и мой муж устраивает я очень этому рада и всегда этого жду как все девочки так 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 своим детям прививки я не делала какая мне фамилия все знают витамин d грудничку я никогда не давала но учитывайте что мы мои дети во первых все мои дети с рождения до двух лет спят обязательно на улице два раза в день иногда три раза в день сейчас мои моешь что ребенок вообще вырос практически на улице вот сейчас ему года четыре я наверно очень быстро говорю но вот я такая эмоциональная и мы часто выезжаем на море а вот поэтому нельзя конечно ориентироваться только на меня нужно подумать все взвесить проконсультироваться хотя большинство врачей за прием витамина d но я никому из своих детей никогда не давала витамин d против гриппа и вообще считаю это катастрофа нельзя делать прививки уж простите меня за мной прямое мнение если я в других соцсетях пока нет какой вы порекомендуете как прошли четвертые роды на какой неделе родились 40 недель и 3 нет и 5 дней 40 недели 5 дней так какой аккаунт врача про которого говорила доктора на мама сейчас попробую не получается у меня набрать но я думаю что вы ее найдете а не левадная анна левадная так меня не вижу не прочитала ваш вопрос простите мне пожалуйста евдокимова айгуль я стараюсь каждый прочитать хотя я понимаю что я еще в самом начале а там уже после этого очень много новых вопросов стараюсь простите так сколько мне лет 40 привет юлечка василя мама пятерых детей читаю я уже не знаю сколько лет ну много лет пять наверно какой фирмы у меня одеяло я не помню надо смотреть у девчонок вот я вижу и киевские точно в нашей комнате я не помню я заказывал по моему стильные текстильные и уже не знаю как они там называется готовить ли я к беременности с мужем проходила для врачей ну когда то да а последние четыре беременности точно нет сколько багдаш по времени спит на улице два раза в день по два часа спасибо за комплименты вы кайф получаете от родов ну как сказать кайф о это такой особенный кайф моей жизни я ужасная трусиха но я понимаю что и происходит со мной для чего это боль и поэтому мне хорошо они хотели и сию семьей в доброград вы знаете так понравилось что вчера мужем все время рассказывала кроме того нам дали такие брошюрки там доброграде вот и мы подумываем даже о том чтобы туда съездить как-нибудь на каникулу с детками поскольку это близко что у нас делает няне я уже рассказала очень много чего делает так крутится ли богдан у вас под ногами когда девочки конечно крутится конечно крутится под ногами особенно выходные няне это вообще очень классное удовольствие убираться когда он под ногами но и готовит тоже так про напольную плитку я уже рассказала на у нас керамомарации хотели меня послушать надо идти ли с ребенком бегите 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 и не болейте по ценам на листи у меня очень сложная национальность называется русская есть еще такая хотя у меня там помесь конечно украинская кровь и польская и русская так планирую ли я завершать говорю очень даже планирую но мне муж каждый день говорит бросай уже заканчивай все ты устала я постоянно не высыпаюсь не болит спина и вообще я ужасно устала от этого хотя хотела кормить подольше думала даже до двух лет вот раздотянуть но ночи мне не дают покоя то есть именно из-за ночей вот этих вот бессонных я как бы они сонные но они таксими а вот по качеству и я хочу бросить вот но мне нужны силы чтобы бросить потому что это надо будет не спать несколько ночей поэтому я думаю сейчас я высплюсь когда-нибудь и тогда начну бросать и обязательно об этом напишу чтобы кто тоже хочет решиться чтоб тоже решился и вместе мучились и вернее получали удовольствие того что наши дети наградят спят всю ночь и мы к ним не встаем зачем я до сих пор на ну как бы потому что какой вопрос такой ответ караганда привет 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 очень удачно попал на ваш эфир спасибо вам как лечите сопли рассказала про солевой раствор что мы думаем о диабете беременных ничего не думаю потому что я ничего об этом не знаю и не могу ничего советовать конечно же это вопрос специалисту про мотивацию в учебе нужен пост я сейчас так быстро не расскажу так хотела много детей пока две дочки 42 года ой но это же круто две дочки это же счастье то какое я вчера ехала у некоторых девочек по одному ребенку не так рассказывает захлеб про малышей а я и мне не верят что я такие же эмоции испытываю несмотря на то что у меня ребенок один это действительно вообще невероятное что-то волшебство эти дети так что боже мой если застала отца с любовницей кошмар это не ко мне это к ларисе сурковой как поступить вашего отца я надеюсь не отца ваших детей я не знаю это его личное дело его пространство как бы ну и что с этим делать я тоже не знаю так ваших деток было такое так до последнего чтобы не ходить в туалет и на пять лет ой я не знаю честно говоря наверное тоже это все-таки психологу вопрос чтобы чтобы не было денег семье не поняла вопрос сколько багдаши 14 а витамин d3 я уже ответила что мы не даем d3 но тут ситуацию всех разные так как так супер здоровья счастья успеха благополучия всем 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 вот этот вот комментарии от ек климов ских это для всех я думаю да что всем благополучия здоровья счастья успехов так 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 скучаем и тоже скучаем катюша из алании мы собирались на октябрьские каникулы приехать но я чего-то не купила во время билета потомка глянула сколько туда стоит сейчас билеты поняла что мы не полетим в турцию ну нафиг очень дорого как лечить сопли деткам оружие рассказал несколько раз просили спасибо за комплименты старшему ребенку у меня 18 лет девочки подождите запускать акцию кому что кто хочет подарить потому что это будет отдельный пост сейчас это все ну как бы может быть не актуальным как у меня хватает терпеть иногда мне его не хватает ну вы что девочки мы же обычный человек честное слово как ваши мальчики дерутся в садике так дерутся ли не рассказываю историю значит обычно мы дети как все него но когда я была в норвегии видимо нехватки внимания лев мне воспитательница написала о том что лев разодрал ребенку лицо с ногтями типа того что посредите ногти ребенку я вообще в шоке ну как бы обычно такого не было никогда мне никто об этом не говорил и показывает мне фотографию мальчику которого там реально в царапины такие маленькие но все равно я она говорит ну слава богу мама адекватная спасибо этой маме я не знаю читает она меня смотрит ли на меня но это действительно низкий поклон адекватной реакции вот потому что на самом деле этот мальчик сам его вроде бы как спровоцировал воспитательница сказала лев защищался но суть не в этом а в том что вот что значит недостаток материнского внимания дети становятся совершенно другими ой я трясу камеру мне уже рука устала а вот и конечно же потом все это прошло я вернулась и все хорошо но дерутся ли мои дети о да оказывается дерутся читаю дальше хорошо чтобы пахли я расскажу вам об одном секрете чтобы хорошо пахли волосы кроме того что не пахнут сразу шампунем потом он выветривается я их еще сбрызгиваю духами любимыми так кем мой работает муж я и мой муж и мы юристы и мой муж работает по своему образованию а я вот нет про то что не сбиваю температуру у меня есть по посты малиночка ма нижнее подчеркивание линочка нижнее подчеркивание здоровья и там увидите огромное количество постов и про кашель и про температуру и такое же огромное количество вернее гораздо больше тысячи и тысячи комментариев других историй и согласных или и не согласных по этому поводу почему вашем уже нет сторож stories вы наверное имели ввиду ну потому что наверное он этого не очень хочет зачем же я буду снимать если против его воли он же не предмет какой-то это человека со своим мнением и так далее поэтому конечно же я делаю так как правильно делать так много старайтесь ли придерживаться режима дня конечно у нас есть режим дня и это вообще спасительный лайфхак который я узнала когда уже стала мамой двоих детей я поняла что без режима я не выживу поняла это правда поздновато и до этого я мучилась когда я пришла к режиму не стало гораздо проще жить жить проще стало моему мужу тоже в том числе верю ли я психосоматику заболеваний до летала ли из беременности до самый долгий период перелет доминикану летала беременно еще куда-то я уж не помню ну как бы летала все нормально все зависит конечно от показания срока беременности и так далее как вы себя чувствуете как относится к этому ваш гинеколог тот который ведет ваша беременность так ребенку 4 года какие игры для детей брать можете я много не беру хотя я знаю что там даже существуют какие-то специальные наборы обычно хватает общения потом они спят хорошо неплохо на длинных перелетах голос садится нам уже нет stories так делаете ли вакцины не делаю так дальше 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 как и как я решилась быть блогером я не решалась так получилось случайно прошу прощения так сфс закончился и на этой неделе я окончательно все просмотрю и про всех расскажу про тех кто мне понравился все кто писал обо мне про мои 40 лет и вообще почему они меня читают спасибо всем 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 так рюзай расскажи что-то о себе очень так это видимо мужчина не о том так как привет минску минск обожаю очень красивый город была правда всего один раз доверяете ли вы воспитателем ой доверяю ли воспитателям ну вопрос этот как бы такой он непростой в общем то надо понимать что когда ребенок идет детский сад он столкнется совершенно новыми взрослыми новыми правилами новыми характерами взрослых людей и так далее да потому что воспитатель тоже человек и это не просто какая-то машина которая там следит за вашими детьми этот человек с эмоциями со своими проблемами усталостями недосыпем часто воспитатели будут беременными например не представляете каком тяжело работать справляться с такой равен малышей вот поэтому я очень терпимо отношусь и считаю что это ну школа жизни по большому счету каждый из этих детей вырастет и вынужден будет общаться с самыми разными взрослыми и пусть привыкает как говорится прошу прощения еще раз уже голос садится болтаю видимо много работала я по профессии да так лёва очень похожи с дашей это правда ариша с платоном да 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 очень похоже на папу и нам хотя муж уверен что все красивые и умные в него и я согласна готовилась ли я к беременности отвечала же по моему насколько склонно безвредно ой ну конечно вот эти подушки из из пены которые наливали там не токсичные материалы это вообще волшебство какое-то какие они классные какой фирмы духовка неф с двумя f я юрист по образованию но работала и в рекламе тоже писал об этом пост делают уроки дети на продленке в этом в этой школе куда мы перешли сейчас да потому что у нас школе много кружков и мы оставляем их там на полный день у нас там вкусно кормят как они мне сказали хотя против питания вне дома ну как бы вот тут срослось все так неделю весь день голодные мне кажется уже задавали этот вопрос про садик что ребенок ничего в саду не ест у меня была такая дочка яночка в смысле у меня дочка яночка есть и сейчас но я имею ввиду что была такая же ситуация с ней когда в саду она не ела ничего не хотела есть и все поэтому каждую там неделю практически ходила ругаться и выяснять отношения с заведующей нашего садика потому что на нее давили ее заставляли жевать сосиску которую она не хотела и она у нее сидела была за щекой они говорили пока не проглотишь спать не пойдешь но это был кошмар трэш реально ребенок слезах почти каждый день я в итоге добилась того что так читаю дальше вопросы сразу глазами просматриваем в итоге я добилась того что я на могла просто выбрать то что на куш ну например есть там тушеная капуста к примеру картофельное пюре и сосиска но это я так условно данный обед ну и суп еще и вот но я добилась того что она могла выбрать что она есть любом случае ребенок обязательно найдет что съесть например съесть хлеба с маслом ничего страшного потом потихонечку он привыкнет главное не давить я считаю так в школе я на мне не дело тоже ничего никогда поэтому я и там давала какие-то карманные деньги и она покупала там себе какую-то булочку или что-то еще чай хлеб ела ну ничего страшного приходила в обед ела дома завтракала тоже естественно дома так привет алмата так вот здесь у меня провокационный вопрос как вам показалось наверное что вы меня вообще сделали но я вам сейчас отвечу но это же не правда ваша помощница просто говорит цену рекламного поста и stories а про качество товара никто и не спрашивал но вы знаете как бы моя помощница работает не сама по себе она на то и помощница чтобы быть моей вот и конечно же я смотрю сама что вам не рекламировать а что нет и что согласовывать а то а что нет и моя помощница она как бы ну не отдельно она вместе со мной вот и почту я вижу я вижу кому что отвечать и говорю об этом ей поэтому не переживайте насчет этого так название поселка конечно посел слышать не говорить не буду к буму на витамин d я уже рассказала про витамин d ставит диабет беременных так 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 по моему вопросы повторяются нет я еще я болтушка да страшно вот поэтому она и настала блогером потому что люблю поболтать когда в следующий раз мы планируем поход с палатками так сколько я уже в эфире я не вижу но что-то уже долго вот следующий раз мы хотим поехать поход в крым очень хотим нам понравился там отель порта мары очень крутой отель что я хочу сказать в крыму обалденная природа вот за пределами порта мары делать нечего ну то есть если их какой-то такой городок там абсолютно ничего делать а вот природа там нереальная просто очень красиво и мы хотим взять палатку поехать на своем автобусе все вместе и пожить хотя бы недельку вот такими дикарями а потом поехать в отель отмыться отстираться ну вот как то так планируем следующим летом так дальше кустанаевка привет спасибо вам за комплименты девочки яночка это моя старшая дочка и 18 лет она учится высшей школе экономики на первом курсе дальше казахстан привет так 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 привет что со старой квартирой уже ничего теперь мы тут живем привет из кастана я тоже привет смесь так значит после гв давали ли я малышам смесь нет никогда не давала вообще ни разу вы знаете насколько я могла бы обогатиться если бы я брала рекламу молочные смеси для детей потому что конечно же маме блогеру тем более с таким количеством детей да и с одним ребенком будут предлагать такую рекламу и мне тоже ее много раз уже предлагали несколько лет все эти годы вот но я отказывала хотя бюджетом рекламы очень неплохие все потому что я против этих смесей я понимаю что есть дети которые не могут без этого выжить и наверняка есть очень хорошие смеси поскольку я не пробовал никогда не собиралась пару пробовать я не могла это рекламировать я не знаю что там составе не изучала этот вопрос мне это было не актуально и вот таким образом я считаю так если по какой-то причине объективной или субъективной неважно мама решила или не смогла кормить ребенка конечно же не нужно задаться этим вопросом и наверное есть такие мамы и тем более моему блогеры у которых есть опыт в этом вопросе мне такого опыта нет рекомендовать ничего не могу я считаю что если бы иногда года ел грудь а потом вы его отлучили от грудного скармливания то смесь не нужна это мое мнение но я не могу сказать что мы заменяем ему заменяем детям ему там или ей грудное молоко коровьим была у меня такая ошибка я однажды с тоннами и совершила я в годик первый раз получила ребенка до этого я отлучала полтора года девочек и у нас начались страшные запоры я уже рассказывала это была жуткая история на самом деле неделями ребенок там не ходил в туалет и мы делали музеи там в общем это был кошмар оказалось все дело в молоке в коровьем вот и мы сразу же прекратили ему давать крови молоко конечно это возможно не у всех такая будет реакция ну вот у нас была есть тех пор я поняла что и не буду после грудного карус кармливания заменять еще скажем так простым народным языком бутылкой с молоком это не нужно в конце концов бутылку с водой дать молоко разбавить если уж вам так надо дать молока непременно у меня богдан есть все сейчас абсолютно все катюша катюша лифом они их убегай целую я понимаю тебя двое деток работа так спасибо большое вот девочки вы не поверите вы мне часто пишите что я вас заряжаю энергией энергии мне не так уж и много на мне заканчиваться регулярно особенно сейчас я даже на встрече сказал что я просто задолбалась сейчас потому что не потому что я нарожала много детей я от них устала нет потому что действительно вот этот вот момент когда ты на грани находишься то ли кормить то ли не кормить то ли я ой как хочется покормить продлить это подольше состояние вот эту близость и между тем что блин я уже не могу сколько можно сосать всю ночь и весь день если у меня видит это просто катастрофа он сразу хочет си а вот я вот так у меня что-то пропало 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 надеюсь что я сейчас появлюсь так не вижу себя вижу себя девочки вы меня видите напишите пожалуйста боже сколько вопросов видимо все пора заканчивать никто мне не видит мы тут а я вас не вижу так линочка так видно меня или нет видим вы меня видите я вас нет что делать кошмар все короче камера зависла девочки я не знаю что делать если вы меня видите я вижу черный экран и ваши вопросы давайте так начи не буду себя видеть с другой стороны зачем я это надо а главное что вы меня видите поэтому буду отвечать дальше так про грудное вскармливание так вот я зависла вот на этом моменте и сейчас я конечно устал немножко вот именно от того что так знакомый станции все знают привет на чеку спасибо спасибо я себя не вижу девочки как есть так вы меня видите или видите обратную камеру детскую комнату в общем не знаю я что вы видите так 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 сегодня разыграю для вас палатку потому что я просто отвлеклась и надо было всего два дня подождать и подождал целую неделю это кошмар не собранная такая в разбора разыграю палатку декатоне на сумму 25 тысяч рублей можете взять такую же точно как у меня либо выбрать любую другую дальше читаю ваши вопросы так 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 болел ли животик у ваших детей сушки но болел животик в каком возрасте это очень вопрос такой не конкретные расскажите про кота матиса если аллергены на него ну мышей в доме нету на улице я пока не видела мышей на ловил лягушек у меня нет на него аллергии как ни странно хотя и аллергик так 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 в одном из постов вы рассказали интересный вопрос поэтому отвечу опять же ну вот он звучит немножко так неоднозначно то ли я совсем странная вот и не воспитывая своих детей то ли что то здесь какой-то подвох смотрите почему в одном из своих постов вы сказали что не прививайте детям уважение к учителя взрослым учителям и так далее так вот я лишь детям своим я не прививаю им неуважение я детям свой говорил о том что взрослые люди очень разные и что всегда нужно обращать внимание на то что они говорят и как они говорят это очень важно я считаю потому что не нужно растить зомби из детей если взрослые то да конечно же он прав я не вижу себя девчонки ну как бы вижу только черный экран не зависла вот например и известные истории даст воростом детей с педофилами как вы думаете конечно же я не скажу что я на сто процентов защищаю своих детей но тем не менее я даю возможности подумать скажем так размышлять если взрослый ребенок подойдет и скажет там не делай не бросай на пол булку это некрасиво это одна история да если взрослый скажет ты знаешь научитель например скажет ты знаешь вот здесь вот ты не прав нужно было все-таки выучить домашнее задание да или там он скажет так пойдем со мной срочно там у меня в машине кошечка маленькая нужно помочь в общем-то для ребенка разницы нет поверьте мне ему просто достаточно того что это взрослого не можете его противостоять это очень страшно реально очень страшно поэтому я не могу сказать если взрослый слушай его в детстве моя мама мне говорила это же учитель а ничего что она неврастеничка и и потом уволили школы моя мама об этом не знала не задумывалась и вообще это было советское время понимаете да то что люди разные взрослые люди разные как и дети собственно разные вот поэтому нужно детям давать возможность мыслить шире вот всего лишь уважение здесь совершенно ни при чем так 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 конкурс покажи комнату подростка каюсь каюсь будет подарок обещаю так вовремя не сделала и все есть взрослые которых не за что уважать но это однозначно да конечно же мы все это знаем прекрасно понимаем помогаю ли я с уроками детям нет я не помогаю хотя на встрече с подписчиками мне девочки сказали а как же окружающий мир что я могу сказать окружающий мир приходится иногда помогать и как бы деваться некуда но в целом уроки я не делаю с детьми в первом классе конечно первые дни когда ребенок приносит там свои прописи каляки-маляки я там сажусь там смотрю но я никогда не давлю потому что это бесполезно я хочу научить детей учиться для себя вот и думаю что это уже работает и на данный момент как бы мои дети 2 4 класса 1 курс университета и конечно же учиться не исключительно для себя не для учителя не для мамы и не для папы так у вас в описании есть строка амадины вы уже купили или планируете боже мой я вот такая забывчивая я на самом деле настолько занята вы мне еще говорите что я все успеваю это очень смешно потому что мы увидели этих птичек и я пообещала даже что мы их купим потом приехал дедушка подарил деньги на клетку птичек и на все остальное и мы до сих пор не приняли решение что покупать то ли амадинов то ли волнистого попугайчика то ли кеннера то ли жако то ли кареллу и в итоге вчера с девчонками когда мы были пресс-туре тоже со всеми советовалась брать птичку или не брать и какую и вообще каждый день даша подходит и говорит мама когда ты мне купишь птичек понимаете да вот и именно в тот момент когда я решила что мы купим амадинов я написала амадин и до сих пор не стерла вы говорите я все успеваю так вас до сих пор тысячи человек я я себя не вижу но вижу ваши комментарии надеюсь этого достаточно вы меня видите главное все нормально планирую ли я встречу в питере я скажу так вот мне часто там про казань про новосибирс про какие-то города спрашивают ну девочки подумайте сами у меня семья так же как у вас дети там уж работы какая-то дела и так далее я готова вырваться но я не готова брать на себя организацию это очень сложно предыдущие мои встречи которые я делала требовали очень такого детального пристального к себе внимания то есть для того на свою встречу чтобы мы с вами увидели свой я появилась ура то есть уже с темным экраном разговаривать как привычный чтобы я появилась с вами на встрече мне нужно много поработать потрудиться договориться найти какое-то помещение забронировать дату которая удобно мне а потому что ну конечно должно быть удобно мне потому что я допустим ну в общем я конечно же завишу от интереса своей семьи для меня это важно вот потом мне нужно вас чем-то угостить накормить хотя бы чаем с печеньками об этом тоже нужно позаботиться найти спонсора потому что накормить сама там от 40 человек и выше по бюджету это ну все-таки это деньги я не хочу чтобы вы приходили ко мне на встречу платили за это честно пока я не готова вот поэтому я пришла к выводу что сама я не смогу это делать хочется и подарки подарить и спонсоров найти потом мне нужно было писать там десять рекламных постов за то что за то что нас угостили и одарили вот поэтому благодаря умницы мы с вами встретились здорово провели время вкусно покушали благодаря банкетерингу который нас угостил я этот сервис давно знаю на день рождения себе заказываю недавно брала там несколько не знаю пару месяцев назад мы брали на выходной даже у них какие-то завтраки такие сеты семейные маленькие в деревянных коробочках в общем вы понимаете это сложно и как только найдутся люди которые смогут для нас это сделать с вами я готова вот уж простите меня так про аллергию ответьте что именно про кошку я описала уже прививки не делаю уже рассказала так что за тюльпаны тюльпаны вы наверное имеете ввиду те которые я шила и у меня на третьем этаже есть комната для целой комнаты для моего рукоделия но там у нас такая комната для гостей и там же рукоделие моё и там же склад чемодан и все остальное так вот нет у меня времени добраться до рукоделия либо я просто ленюсь так дальше 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 что касается ребенка сообразительного но он не хочет учиться стала ли я бы ругаться я думаю что нет но я бы конечно сказала что если бы ну что он такой умный что наверное он получать от отметки лучшее же так просто самое простое это получить хорошую оценку на самом деле это же совершенно не значит что ты умный что ты образованный но тем не менее наша система образования построена таким образом что у нас есть петипальная система до в школе там неважно где вы учитесь есть у вас 10 баллов или больше или меньше вот есть такая система оценочная вот и вы вынуждены под нее подстраиваться ребенок вынужден это очень просто объяснить вот у учителя есть программа школьная образовательная программа есть учебник очень просто в рамках этого учебника в рамках параграфа какой-то темы русский неважно химия получить пятерку очень просто прочитать изучить и все это совершенно не будет значит что ты лучше других знаешь возможно троечник ваш лучше знает чем те пятерки вот но это покажет жизнь поэтому ругаться не стоит но мне кажется нужно говорить об этом естественно говорить о том что вам было бы приятно если бы у него были лучшие оценки для него не для вас то есть что его учитель ценит лучше про глафиру тарфанова мне постоянно присылает директ я не знаю как правильно говорить директ или директ мне уже все равно вот мне часто присылают скрины что я похожа на глафиру тарфанова мне кажется не знаю мне тоже все равно по большому счету так приезжает ли ко мне мама моего мужа свекровь приезжает конечно приезжает так какие отношения да хорошие отношения мы уже 20 лет друг друга знаем срослись так кубики чеплыгина очень помогли даже помогли очень сейчас я с платоном только начинаю ими заниматься в прошлом году забросила и вот сейчас новый учебный код готовимся в школе естественно один год остался я надеюсь что быстрее пойдет дело потому что они настолько легкие настолько там просто составлять слова ребенок читает одну букву потом читать две буквы потом ты поворачиваете эти гласные например берешь одну согласную и гласные просто поворачиваешь ему проще так составлять открытые слоги закрытые слоги потом прибавляешь другой слог который он тоже прочитал и потом соответственно он читает в общем это классно потому что он в руках это практически держит понятие он звуки буквы и слова он держит в руках он может их поворачивать и менять конечно и на бумаге это все делается но мне нравится очень чеплыгином я довольна прямо на сто процентов если печевая аллергия у детей да у дашеньки немножко проявлялась аллергия на мед никогда не рассказывайте половом воспитании детей ну почему же я рассказывала об этом в каком возрасте я думаю что может быть я и не права но как только появляется интерес об этом можно говорить вот так а интерес бывает разное кто-то в три года спрашивает кто-то позже вот я недавно писал я недавно писала пост по моему это в Турции было но как минимум в Турции это произошло мы сидели смотрели фильмы там что-то про секс было словно там шуточки там что-то типа был ли у вас секс меня потом поворачивается неожиданно я ем и говорит мама у вас с папой был я говорю конечно ааа по моему он еще спросила сколько раз в общем это это весело да почему то всем всегда что так как объяснить ребенку что нужно учиться для себя ну по моему это элементарно это же понятно что его знания только ему пригодятся они вам уже все это знаете так у Даши не выпадали ли волосы по сравнению с Аришей волосы плохие почему плохие у нее отличные волосы просто не такие как у Арины и все я по поводу этого не переживаю потому что это все таки генетика волосы у нее не выпадали волосы они просто у нее такие и это не значит что они не такие будут когда она вырастет совершенно потому что ну во первых у меня хорошие волосы это правда у Ариши и у Яны мои волосы исключительно у нашего папы тоже неплохие волосы просто не очень городко стрижены так что думаю что у Даши все впереди еще ну да жидковаты ну и у меня такие были моя мама переживала теперь все хорошо мне 40 лет и у меня все нормально почти кроме нескольких седых волос есть ли свидетели яговые нельзя прививки делать не поняла к чему это сохраните пожалуйста эфир обязательно спасибо за за комплименты спасибо большое ой ой как приятно сколько слов какой факультет дочка филологически я уже говорила с глафирой к Тархановой вы не похожи мне кажется у меня нос меньше может быть мне только кажется так как я начала заниматься блогерством я много раз рассказывала эту историю понимаю что не каждый обязан ее знать но я не собиралась заниматься блогерством так сложилось случайно в то время еще так было возможно и каким-то невероятным для меня образом подписчики ко мне шли сами сейчас конечно это совсем уже не бывает так и те кто начинают гораздо сложнее другие механики и так далее тогда я просто рассказывала о себе и люди читали все и рассказывали обо мне друг другу и приходили вот и все и вот так я стала блогером ничего не делала просто писала болтала и все так что еще пищевая энергия краснодар привет так как относитесь к программе математики петерсон не знаю ничего не знаю уже правда мне эти все математики все эти программы